О том, кто готов отправиться в космос на Союзе вместе с Владимиром Путиным, о тайных членах аварийной комиссии и русской сверхтяжелой ракете, опередившей американцев на 35 лет и похороненной нашими толстозадыми боярами-чиновниками, рассказывает экс-глава РКК «Энергия», генеральный конструктор сверхнадежных союзов Виталий Александрович Лопота. Виталий Александрович, мы встречаемся с вами в третий раз. Для желающих посмотреть наши предыдущие разговоры, пожалуйста, посмотрите на YouTube-канале, вам будет очень интересно. Но сегодня случай необычный. То, чего не было 35 лет, это аварийная посадка спускаемого аппарата Союза. И что характерно, вот по поводу этого происшествия уже кто только не высказался. Причем высказываются, как правило, люди, журналисты, корреспонденты, которые не имеют ни малейшего понятия ни о технике, ни о пилотированной космонавтике, ни о чем. Как бы не хочется себя хвалить, но хотя бы у меня есть высшее техническое образование, я закончил Московский авиационный институт и кое-что понимаю в этом деле. И все же, мои знания об этом совершенно ничтожны и являются одной миллионной частью от тех знаний, которые должны быть, чтобы давать какие-то комментарии. И вот, уважаемые зрители Телеганова за углом, мне удалось вновь затянуть в свои сети уважаемого человека, конструктора, который руководил энергией, где делаются Союзы с 2007 по 2014 год, Виталию Александровичу Лопоту. И кто, как и он, знает об этом корабле все, о его возможностях, о его надежности. Поэтому мой первый вопрос, Александр Александрович, а что было на самом деле после запуска? В первые два дня обсуждалось, что великолепная работа системы аварийного спасения, которая якобы спасла космонавта. Конечно, от этих комментариев надо воздерживаться, воспринимать это как пиар-ходы тех или иных организаций, которые хотят или желают себя отрекламировать. Но давайте так разберемся. Система аварийного спасения — это твердо-топливная небольшая ракетная двигательная установка, которая стоит в головной части космического корабля. Она спасает космонавтов, предназначена для спасения космонавтов в момент старта ракеты и на первом участке полета до высот нескольких десятков километров. На высоте примерно 60-65 километров — это 115 секунда нашего полета. В первую очередь, еще не отстрелив или не разделившись с первой ступенью, мы отстреливаем и уводим в сторону систему аварийного спасения. Вот эту трубу с пороховой двигателем. С твердо-топливными двигателями мы уводим в сторону. Ровно через 2 секунды мы уводим в сторону или отстреливаем боковухи, так называемые. То есть части ракеты, 4 блока ракетных, которые составляют первую ступень ракеты. Еще комментарий такой, что со старта начинают работать все пять двигателей. И двигатели второй ступень, и двигатели первой ступень. Двигатели второй ступени несколько задрасселированы, а двигатели первой ступени, это вот те четыре боковухи, они работают в полную нагрузку. Задрасселированы — это что значит? Уменьшена тяга. Уменьшена тяга. А выхлоп у них куда идет в это время? Они в одной плоскости находятся, все пять двигателей в одной плоскости. Если вы помните форму ракеты «Союз», это центральная часть с двигателем, и вокруг нее находятся четыре боковые блоки. Вы сказали, что двигатель второй ступени одновременно работает с двигателем первой. Дело в том, что двигатели вторая ступень и первая ступень — это пакет из пяти ракетных модулей. Значит, центральная часть — это вторая ступень. А, то есть у нас эти четыре двигателя, они навешаны на вторую ступень? Они навешаны на вторую ступень. Так вот, на 115 секунде мы освобождаемся от двигателей, двигательной установки системы аварийного спасения, которая находится в головной части. Дальше, ровно через две секунды мы освобождаемся от четырех боковых блоков, от первой ступени. И на 160-й примерно секунде полета мы освобождаемся от головного обтекателя. Значит, освобождение двигательной установки системы аварийного спасения проходит на высоте примерно 64-65 километров. Скорость — это уже где-то ближе к пяти километрам в секунду. Через две секунды — это примерно через 9-10 километров. Значит, мы еще идем в достаточно плотных слоях атмосферы. Мы отстреливаем эти двигатели. Сама технология отстрела этих двигателей, ну, это маловероятно, чтобы, так сказать, они при отстреле повредили, значит, как говорят, двигатель второй ступени. Нужно просто сейчас, не обсуждая. Это мы переходим уже к аварийной ситуации. Да. А мы можем с вами показать, вот так называемый, я знаю, что при всех вот таких процессах, когда работают двигатели, существует так называемая циклограмма. Это где показаны моменты запуска, отделения и все такое прочее. Вот у нас совершенно случайно в рукаве оказалась циклограмма полета Союза. Поэтому, вот я не знаю, хорошо ли это видно. Хорошо. Ну, давайте я покажу. Вот у нас как раз высота 60 с небольшим километров, когда мы сбрасываем двигательный сток всем аварийного спасения. Это момент 115 секунды полета после старта. И ровно через 2 секунды, на 117 секунде мы отделяем первую ступень. Освобождая корабль, значит, от обтекателя, мы его освобождаем на 160 секунде полета. И вот здесь, вот здесь, надо понимать, что, так сказать, все произошло между, так сказать, сбросом двигательной установки систем аварийного спасения и где-то, так сказать, освобождением от головного обтекателя. То есть, там 65, а от головного обтекателя мы освобождаемся примерно на 100-105 километров. Говорили, что это было 2 минуты 10 секунд. Это получается 100... 2 минуты 40 секунд. 2 минуты 40 секунд, это получается 160-162 секунды. А где вот на циклограмме 160 секунды? 160 секунды, это вот здесь. Высота примерно 100 километров, 100 с небольшим, там, 103-104 километра. Вот, и вот это, вот эта точка. И, а дальше, что у нас по циклограмме? Если в этот момент у нас аварийная ситуация... Если аварийная ситуация, мы, освобождаясь от головного обтекателя, там уже система включается на, так сказать, на аварийный режим. Значит, чтобы как аварийный режим отрабатывается, так сказать, отстреливается агрегат... Я могу убрать уже это, да? Вначале мы отстреливаем приборно-агрегатный отсек. После этого мы, так сказать, отстреливаем уже бытовой отсек. И спускаемый аппарат уже, так сказать, вытягиваем, так сказать, в аварийной ситуации. Мы вытягиваем, значит, парашюты, вытяжной, тормозной, отстреливаем тормозной, вытягиваем основной и, так сказать, идем это. Это целый цикл последовательного, так сказать, ну, я бы сказал, так сказать, управляемого разворачивания парашютов. Вот эта ситуация, она просчитана, она надежна. И что бы ни случилось, начиная с нулевой точки отчета на стартовом столе и заканчивая уже там на высоте и 100, то уже без разницы, было бы 100 километров или было бы 150 километров, то вот этот возвращаемый аппарат, он все равно спустился бы на землю. А скажите, а что было бы, если бы, например, вот эта ситуация возникла не на 160 секунде, а, например, там на 260, когда уже вот этот евразийский материк был пройден, и ракета бы оказалась, например, над Тихим океаном? Ну, и это просчитано. Вы правы в том, что все тщательнейшим образом продумало, зарегламентировано, так сказать. Я бы сказал, десятки тысяч, сотни тысяч команд, так сказать, у нас отрабатывают всю эту ситуацию. Значит, приземление, зоны аварийного приземления у нас, так сказать, тоже продуманы, и везде размещены службы аварийного спасения. А, то есть даже приземление на воду в океане, там по трассе... По трассе выведения у нас, так сказать, находится корабль, который, так сказать, должен отработать свое. Значит, вопрос только, на какой секунде будем отрабатывать, так сказать, это, я вам так могу сказать, что если вернуться к вот этой циклограмме, как вы сказали, то, значит, всего у нас отделение... Сейчас я так скажу, это... Отделение третьей ступени у нас происходит на 529-й секунде полета. Это где корабль находится в это время? Над какой точкой? Это уже над Тихим океаном. Над Тихим океаном. Вот. Поэтому, ну, это последние, так сказать, уже, так сказать, несколько десятков секунд полета, мы уже там находимся. И мы ставим, так сказать, один корабль. Один корабль примерно перекрывает тысячи километров территории. А дальше уже маневры на орбите и стыковка с МКС. Там уже, как бы, аварийная ситуация, может быть, только если автоматическая стыковка не работает. Как только мы набираем скорость 8 километров в секунду, то мы это, так называемый, уже, так сказать, выход на одновитковую траекторию, когда у нас корабль уже не упадет. Оформи подписку на сайте argumenty.ru. Проникни в матрицу виртуальной платформы Андрея Угланова. До 8 километров, до скорости 7 и 8 десятых километров в секунду, вот начиная с этой скорости, корабль уже не падает. Значит, до этого любые другие скорости, это скорости, так сказать, так называемой баллистической траектории, когда, так сказать, всегда летящий аппарат возвратится на Землю. Это баллистические скорости, это скорости, например, ракет «Сатана», вот стилеты, когда они запускаются. И у нас баллистическая траектория. Но она баллистическая, но она же не падает сразу, она начинает вращаться вокруг. До того, как мы вышли на одновитковую траекторию, это все у нас баллистическая траектория. И потом, тоже это можно назвать баллистической траекторией, потому что мы ее рассчитываем, это нано уже, так сказать, но после 7,8 километров в секунду мы уже не опасаемся за космонавтов. Виталий Александрович, вот невольно у меня такие мысли закрадываются. Вот вы говорите о сверхнадежности. Наши комментаторы российские, которые, как я их условно называю, не имеющие специфического и специального образования, они аж сейчас все захлебываются от надежности, от того, какая все это надежная. А скажите, вот для меня, например, есть один критерий надежности. Это абсолютное исключение какого-либо неблагоприятного события. Мне тоже, когда я был испытателем, работал на заводе «Звезда», где я сейчас стал членом совета директоров, меня пригласили, кстати, вот и буду там бороться с такими захватами этого предприятия. Я был испытателем, и мне тоже говорили, что все надежно. И однажды, когда на меня натянули костюм, он назывался пингвин, это такие штаны, где откачивается воздух, создается разрежение в области ног, кровь отливает от головы, и создается такая ситуация, как в невесомости, когда известно, что в невесомость кровь от головы уходит. И вот врачи просто, грубо говоря, про меня забыли. И когда слишком много крови из головы ушло, я пережил состояние клинической смерти, называется ниточный пульс. Это я к тому говорю, что надежности даже 10 врачей рядом стояло. И надо было только кнопку нажать, прекратить, отсасывать воздух. А здесь речь идет о гораздо более сложной ситуации. И для меня, например, вот скажите, а вы бы дали гарантию на то, что наш же президент страны Владимир Владимирович, он такой, в каком-то смысле авантюрист, он летает на самолетах, он поднимается на воздушных шарах, нырял в бездну, в озеро Байкал. Кажется, он только в одном не принимал участия, это в космическом полете. Вот вы дали бы ему гарантию, что если он вдруг задумал бы полететь в космос, и все будет хорошо? Ну, абсолютную гарантию бы дал, потому что процесс обеспечения надежности отличается тем, что полностью исключен человеческий фактор. Весь регламент работы систем, он только в результате проверенного, испытанного анализа работы систем. Все предусмотрено, с какой высоты мы начинаем идти, как отрабатывать, измеряется давление, измеряется температура, причем это многократно. Могу сказать, что для обеспечения надежности мы применяем целый ряд таких принципов, которые это обеспечивают. Например, каждый параметр мы стараемся измерить тремя физическими принципами. Для надежности каждый физический принцип резервируют трижды. В результате надежность в пилотируемой космонавтике, в самом пилотируемом корабле, это четыре девятки. 99 и 99 соток. Вот это надежность системы. Поэтому, если говорить о президенте, я бы гарантировал, я бы сам рядом сел как гарант обеспечения надежности. То есть, в капсуле были бы вы, Путин и, конечно же, командир корабля. Профессиональный космонавт. Интересно. Ну, это слова дорогого стоят, потому что вы все-таки были главным конструктором, генеральным конструктором, извините, на предприятии на Королевском энергии, где зарождались эти машины космические, где они модернизировались. Скажите, вот сейчас много говорят про Илона Маска, что на носу у американцев начало вот этого пилотированной космонавтики. Вот у вас такая надежность четыре девятки. Это четыре девятки, кто не понимает, это если есть единица, это абсолютная надежность, то 0,99. Вот четыре девятки, это почти абсолютная надежность. Вот. А у Илона Маска у него будет такая надежность или нет? Ну, вы знаете, так сказать, я уважительно отношусь к этому человеку, его агрессивности инженерной и его, так сказать, авантюризме, так сказать, организационном. Но, тем не менее, так сказать, пока он мало ошибался, ошибался, но ошибался экономически, он ошибался и технически, но могу сказать, что его подход, он такой, чисто американский. Все американское надежно. У него нет, так сказать, вот того резервирования, которое обеспечиваем мы. У него принцип такой, если он ставит систему, она должна работать надежно. То есть, как бы такое заклинание такое, все будет хорошо, да? Вот. Поэтому я не то, что скептически, но и как вот человек, который прошел школу главных и генеральных конструкторов, я могу сказать что-то, сказать, техника есть техника. Здесь все нужно, так сказать, предусматривать. Это как нет искусственного интеллекта. Его и быть не может. Есть адаптивные системы управления с четкой и нечеткой логикой. Виталий Александрович, я знаю, что вы специалист в роботной технике. Ну, в этом плане мы должны в ракетно-космической технике, когда человек не способен отработать вот эти доли секунды, которые, когда техника отрабатывает, так сказать, то поэтому человеческий фактор там исключен полностью. Полностью. Ну, хорошо, давайте мы отдадим должное Илону Маску. И на самом деле восторгается весь мир. Или его авантюризму, или вообще красивый и симпатичный мужик. И еще и делает очень хорошие дела. И автомобили, и вот эти ракеты. Зачем только автомобиль в космос запускать? Я это совершенно не понимаю. Ну, это все реклама. А сейчас я хотел бы вот все-таки с вами поговорить вот на какую тему, совсем коротко. О сверхтяжелой ракете. Это сегодня становится, вот в космической гонке создание сверхтяжелой ракеты становится задачей номер один. Это и полеты на Луну, и полеты на Марс, и создание станции. И прежде всего это военный космос. Прежде всего это создание огромных гигантских платформ на высоких орбитах, на геостационарных орбитах, которые будут контролировать Землю, которые будут начинены кассетами с атомными бомбами, с лазерами, и с лазерами полупроводниковыми, и с гамма-лазерами. Вот, со всем чем угодно. Сверхтяжелая ракета прежде всего оборона. Почему у нас вот о сверхтяжелой ракете сейчас как-то говорят, ну, я бы сказал, как-то с какой-то долей романтики. Когда у нас все это есть, и вот выступает Рогозин и говорит, мы к 28-му году сделаем сверхтяжелую ракету. А на самом деле у нас уже в 87-м году, в 1987 году в космос была выведена сверхтяжелая ракета. Дважды причем. Один раз она вывела макет лазера. Химического лазера. Химического лазера, который весил 100 тонн как раз. А второй раз вывела шаттл. Правда, без людей, но он тоже весил уго-го сколько. 105 тонн. 105. А в перспективе там можно было и выводить 160 тонн. Почему возникла вот эта вот неразбеиха? Я даже знаю, что существуют двигатели от того проекта. Осталась оснастка, чтобы делать вот эти обечайки для этого корабля, энергии. А мы занялись энергией. Может быть, как-то и параллельно эти процессы было бы пустить правильно? Ну, я так могу. Вы абсолютно правы, что, так сказать, сверхтяжелый носитель – это, прежде всего, решение вопросов обороноспособности страны. Вот, я бы не стал обсуждать, так сказать, что будем выносить – атомные бомбы или там термоядер. Вообще все, все, что убивает людей. Конечно, на самом деле мы, сверхтяжелые носители, так сказать, они идеальны для обслуживания жизнедеятельности человечества. Ну, всегда сначала идет война, потом обслуживание. Ну, тем не менее, так сказать, это тяжелые спутники, это, так сказать, дешевизна связи нашей, так сказать, это многие-многие вопросы. И облик, все вопросы проработки такого носителя, они были осуществлены в Ракетно-космической корпорации «Энергия» с кооперацией предприятий. Значит, в последние годы, примерно лет 7-8 назад, мы пришли уже к идеальному облику ракеты, когда-то, сказать, на имеющиеся. И у нас все технологии были в стране, подчеркиваю, были. Потому что на сегодняшний день кооперация по двигателям с тягой, порядка 800 тонн тяги, оказались невостребованы. Оформи подписку на сайте argumenty.ru. Проникни в матрицу виртуальной платформы Андрея Угланова. Делалось все, так сказать, для того, чтобы уничтожить одно из лучших конкурентных преимуществ нашей страны. Но это было уничтожено или все-таки осталось? Вот керосиновые двигатели. Такие двигатели были, так сказать, востребованы только одним проектом, который, так сказать, тогда я вытаскивал. Это проект морского космодрома, «Морской старт». Именно он обеспечивал технологическую устойчивость этих двигателей. На сегодняшний день уже 5 лет не сделано, не делается ни одного двигателя. Кооперация уже распалась. Теперь для начала воспроизводства нам нужно, так сказать, как заявляют на «Энергомаши», примерно 4-5 лет, чтобы кооперацию вновь создать. Тяга 800 тонн – это для вывода какой полезной нагрузкой? Тяга 800 тонн – это одного двигателя и одного модуля. Ракета «Энергия» имела 4 таких ускорителя. С тягой, значит, 800 тонн. То бишь, значит, для того, чтобы сверхтяжелый носитель был эффективный, нам нужно обеспечить тяговооруженность этой ракеты. Значит, тяговооруженность – это значит, у нас превышение тяги двигателя примерно на 20-30% больше ее стартовой массы. И это у нас все есть. Разработка там каких-то новых двигателей, так сказать, да, нам, значит, нам нужны еще водородные. Ну, сейчас есть кислород керосиновый двигателей до 800 тонн тяги. Мы проработали, лет 5 назад мы проработали вопрос создания тысячи тонн тяги. Значит, и готовы были такие двигатели выпускать. Но было сделано все, чтобы, так сказать, это направление закрыть. А кто это сделал? Вы можете сказать? Ну, во-первых, так сказать, это… То есть это занималась двигателестроительная корпорация ракетными двигателями или нет? Ракетные двигатели – это НПО «Энергомаш». Значит, кроме этого… Она входит в Роскосмос. Она входила, входит в Роскосмос и она, так сказать, входила в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия». Мы вошли туда, так сказать, на предприятие, его расчистили, так сказать, привели в порядок в 2010 году. И начали выпускать такие двигатели, поддержав, так сказать, и морским космодромом это производство. Значит, на ракете «Энергия» использовались еще кислородно-водородные двигатели. Но кислородно-водородные технологии ракетные, они нам нужны только на высоте выше 100 километров. Поэтому, по сути, первая ступень и вторая ступень носителей – это достаточно и эффективнее кислород керосина. Нам даже искать ничего не нужно и тратить деньги ни на что больше не нужно. У нас все эти технологии есть. Могу сказать, что появление вот этих 750-800 тонных двигателей – это опередило наших основных конкурентов в Соединенные Штаты, ну, наверное, лет на 30-40. Но они уже подбираются к этому? Подождите, как они подбираются? У них 250-тонные двигатели есть. Вот это СЛМ? Нет, СЛС. Ракеты СЛС, так сказать, американцы идут эволюционно. У них есть 600-тонные двигатели твердотопливные. Твердотопливные двигатели, они сами по себе хороши используются в боевых ракетах. Но когда мы выводим полезные нагрузки, такие щадящие, типа человека на борту, так сказать, тонкой аппаратуры, которая, так сказать, боится перегрузок, то лучше, конечно, летать на двигателях жидкостных. Они мягче, они лучше адреселируются, так сказать, на них легче реализовать технологии, так сказать, безопасного старта. Потому что когда твердотопливные двигатели, они, по сути, так сказать, там можно управлять направлением тяги, но не величиной тяги. Ну, конечно. Там уже взорвалось, уже и все, да, и взорвалось. Вот, поэтому здесь, так сказать, конкуренции в жидкостных ракетных двигателях у нас на самом деле не было. То есть, если было бы... У нас конкуренция внутренняя. Мы сами уничтожили, так сказать. Мы сначала, так сказать... Не до конца уничтожили. Давайте все-таки оставим какую-то надежду нам, что... Подождите. Значит, на самом деле нам, сверхтяжелый носитель, уже, ну, по планам, должен был быть у нас в 2018 году. Да. Который сегодня у нас в календаре. Для конкретных задач. Но, тем не менее, так сказать, на сегодняшний день, так сказать, нет проекта, который востребовал эти технологии, поддерживал эти технологии и не появилось нового носителя. Уход в любые другие вещи, в чисто кислород, водородные вещи, так сказать, в метановые вещи, так сказать, не решает задачи. Нам нельзя время терять, так сказать, сегодня на вновь, на новую разработку. У нас и так, и на сегодняшний день, двигая технологии жидкостных ракетных двигателей, опережают существующие в мире. Вот это. И надо понимать, что и такая, облик такой ракеты сформирован. Он был утвержден на НТС Роскосмоса. Но из-за отсутствия, якобы, средств, так сказать, это не... А сегодня выделили там какие-то страшные миллиарды под разработку новой ракеты. Скажите, а как вот сегодня в Роскосмосе новый начальник Рогозин? Ну, бог бы с ним, с Рогозиным, но у него председатель наблюдательного совета, совершенно профессиональный человек, его фамилия Борисов. У него образование техническое, он закончил Баумовский институт, так же, как и вы. Я политехнически заканчивал, а в Бауманском институте я заведовал кафедрой. А, ну, это еще круче. Он выпускник Бауманки, и он понимает, скорее всего, ну, конечно же, понимает важность и технический аспект всей этой проблематики. У нас есть какая-то надежда, что вот это вот, как это, русофильство Рогозина, где во всем виноваты американцы, мы им все откажем, оно все-таки когда-то уйдет на нет. И, на самом деле, наши ученые, конструкторы займутся все-таки делом, а не политикой и вот брюзжанием там через интернет, через там фейсбук, вот всякой ерундой. Андрей Иванович, ну... Есть какая-то надежда? Я, так сказать, профессионали, знаю прекрасно профессионализм Юрия Ивановича Борисова, вот, и у меня нет вопросов. Но я бы не обсуждал, так сказать, профессиональный уровень остальных. Нам нужно при том уровне руководства страной, знаете, как-то сказать, умом Россию не понять, да? Ну да-да, в нее надо верить, да. В ее надо верить. И создать систему, когда на чиновничьем уровне не смогут принимать непрофессиональных решений. То есть формировать проектные облики техники, формировать технические задания, продвигать их, контролировать их исполнение должен очень профессиональный уровень. И это не громадные инженерные центры, это всего лишь десятки человек, профессионалов, которых надо собрать и держать за своей спиной. Тогда и у этих людей будет успех. Ну да, и тогда все будет хорошо. Ну, по крайней мере, нужно слушать их, так сказать. А во главе предприятия у нас должны быть идеологи того направления, на которое предприятие это работает. И тогда у нас будет не эффективность, а результат. Ну вот вы говорите, если возвращаясь вот к этой аварийной посадке, вот все говорят, какая-то комиссия заседает. А в этой комиссии кто? Вот вы разработчик этого союза. Нет, меня как-то старались не допускать в работе. Вот секунду, вы же разработчик, вы человек технический, вы знаете все, вы знаете циклограммы, вы знаете материалы, из чего все сделано, вы знаете какие там двигатели, вы знаете все. И почему вы не входите в эту комиссию? А кто в ней тогда есть? Ну, надо спросить у руководства. Но я бы, так сказать, вы правильно задели, что сейчас работает аварийная комиссия. Так вот, я пожелал бы этой аварийной комиссии быть предельно откровенными и честными по отношению к своим обязанностям в этой комиссии. Нам нужно не прикрывать чьи-то ошибки, а нам нужно выявить истину для того, чтобы провести те мероприятия, которые не допускают аналогичных проявлений аварийных, которые мы имеем. Ага, если я вам как бы продолжу, что если этого не будет сделано, то мы ведь можем окончательно стать вот как космическая держава, никому не нужными. Американцы не захотят с нами летать на МКС, свою станцию сделают, может она поменьше будет, поплоше, вот, может они с китайцами помирятся и на китайские деньги сделают уже, я не знаю, слямзят у нас все идеи, вот вас может быть позовут. Есть у нас угроза того, что мы окажемся не при делах, а никому не нужными и будем вариться, вот, знаете, как старые бояре сидели в этом, в своих шубах и в бобровых шапках и там и пукали под этими, под шубами. Вроде как ничего и нет, но то, что происходило внутри, это был такой гнусный, смердящий смрад. Вот как не превратиться вот в эту внутренность боярской шубы? Согласен с вами, что нужно просто, так сказать, нам действительно более агрессивно подходить к достижению результата. Могу сказать, что новый корабль или корабль нового поколения, который в последние годы обозвали федерацией, он, между прочим, был спроектирован и обликово защищен вместе с конструкторско-технологической документацией еще в 2013 году. То есть это, по сути, ваш корабль? Да, пять лет назад. Потом его, так сказать, начали опять что-то с ним делать, переводить на другие материалы и так далее. В результате уже на дворе 2018 год, там нет ни производства этих кораблей, и, так сказать, его переносится все вправо, вправо и вправо. Это на энергии тоже должны были делать? Конечно. Вот. Он действительно, там заложены еще более надежные вещи, в него были заложены. Например, то, что мы имеем определенный риск при работе третьей ступени, нам тяжело будет спасать людей. Мы там реализовали двухступенчатую систему аварийного спасения. Как двухступенчатая она работает на старте, и чем дальше улетаем, тем, так сказать, у нас ступень лишняя. От лишнего веса мы избавлялись. Вот. И просмотрели все. Это принципиально новые системы посадки мы сделали Смитом Соломоновым, с академиком Соломоновым. С Юрием Семеновичем. Вот его книга. Вот хочу вам показать. Вот это «Большой друг редакции» Юрий Семенович Соломонов. Вот. Мы сейчас издаем его книгу. Скоро она появится в печати. Но об этом сам Юрий Семенович расскажет в нашей следующей передаче. Понятно. Вот. Поэтому здесь нам нужно действительно быть предельно честными к себе. Только тогда это. Не в угоду руководству, чтобы прикрыть те или иные ошибки, как это было уже последние 5-6 лет многократно. Ну что ж, давайте мы сегодняшний ликбез, это уже наша третья с вами встреча. И хочу сказать, что если первую встречу посмотрело 2-3 тысячи человек, то вторую уже нашу встречу посмотрело больше 100 тысяч человек. Это я горжусь не тем, что мы рекорды бьем, а что вы рассказываете людям то, чего они никогда не услышат. Ну еще несколько слов. Можно? Да, конечно. Значит, вот вы сказали про американскую кооперацию. Вот 5 лет назад, примерно 5-6 лет назад, мы вместе с американцами, с американскими инженерами, значит, мы разработали великолепную программу, следующую программу, где была Луна и, так сказать, был дальний космос. При этом процентов 60-70 компонентов американцы уже согласились и утвердили, что будут российские. Включая сверхтяжелую ракету. Нет, ну сверхтяжелая ракета у них СЛС была и они согласились и с нашим вариантом ракеты. Называлась «Энергия-5». Это пятимодульная, так сказать, ракета «Энергия». Без нас ведь была сформирована совместная промышленная группа, по инициативе которой, так сказать, НАСА и Роскосмос, так сказать, должны были принимать следующие решения. Значит, она была образована вокруг ракетно-космической корпорации «Энергия». Туда входили в первую очередь Локет, Европейское космическое агентство, Mitsubishi Heavy Industry, японцы. Значит, и потом, как ни странно, даже Боинг пришел в эту рабочую группу. Вы никогда не увидите за столом Локет и Боинг. А на «Энергии» у нас, так сказать, и Боинг, и Локет были лучшими друзьями. Мы дополняли друг друга. Ну, они, естественно, знали, что кто-то должен из вас высосать все знания. Нет, дело даже не в этом. Не в этом? Дело, мы просто шли с опережением по идеологии, по технологиям, по технике, так сказать. Например, научно-энергетический модуль, который до сих пор, так сказать, не могут доделать. Он был, так сказать, это, он был признан лучшим, так сказать, творением инженерной мысли для обитаемых кораблей. А когда его должны запустить? Это наука называется. Ну, это, знаете, если бы меня спросили четыре года назад, я бы вам точно ответил. Что через 24 часа? Нет, не через 24 часа, но, по крайней мере, года полтора мне тогда нужно было. А теперь, так сказать, я думаю, что уже еще несколько лет скажу. Виталий Александрович, я бы очень не хотел, чтобы наши с вами разговоры и встречи были похожи на какие-то похороны, чего-то необычного, фантастического и прекрасного. Наоборот, я хочу, чтобы вот наш разговор стал таким возбудителем, стал таким вирусом, который проникнет в мозги чиновников, в мозги нашего руководства. И они поймут, что кроме каких-то глобальных задач, связанных с переделом мира, с перемещением углеводородов из точки А в точку В, существуют прекрасные вещи, которые поднимают нацию над всеми остальными. Советский Союз, Россия всегда были на высоте, на этой высоте. Российские пилоты, космонавты, ученые всегда были номер один. И нация-то была, всегда чувствовала себя молодой. Так вот, пусть этот вирус, который мы с вами сегодня уже в третий раз пытаемся через виртуальные сети внедрить в мозги чиновников, пусть он все-таки сделает свое дело. А мы, если не поможем в третий раз, мы встретимся и с вами в четвертый раз, и в пятый раз. А сейчас я хочу попрощаться и напомнить, что мы встречались с экс-руководителем, с экс-генеральным конструктором «Энергии Королевской», где делаются до сих пор и делались прекрасные корабли «Союз», Виталием Александровичем Лапутой. До свидания. Продолжение следует...